Вопрос в вопросе Первое, это все, что касается интерфейсов, которые мы можем пользоваться вообще в любой части нашего кода, это их реализации, да, понятно, и некие алгоритмы, которые помогают нам и упрощают некие разные задачи, которые мы решаем повседневно в одном пакете, который называется Java Util, который как раз-таки все это вместе содержит, что, в общем-то, довольно удобно. Как вы думаете, зачем нам вообще все это дело использовать, ваши варианты? Ну, то есть там у нас есть какие-то массивы, о них мы говорили не так давно, как бы, why not, почему их нужно чем-то заменять? Пусть были бы. Давай. Ну, то есть для чего? Ну, понятно, что общие методы, какая-то общая логика. Вот зачем? Тебе, как программисту? Удобно. Да, первая история, это удобно. Что еще? Наверное, там все по уму сделано. Отлично, да, на самом деле все сделано по уму, и это очень, на самом деле, правильно, когда у вас встречается некая задача. Конечно, там идти Google X в Stack Overflow на каждую вторую, наверное, не нужно, вот, но в целом, если вы знаете, что в стандартных коллег, ну, то есть в стандартных библиотеках это каким-то образом реализовано, то имеет смысл всегда взять там. Да, действительно, во-первых, да, это очень качественно мешает вашу работу, потому что уже много чего сделано, и самое главное, действительно, скорость и качество работы, и скорость здесь действительно очень важна, потому что навряд ли вы сможете написать там за короткий промежуток времени то, что там люди, да, или там профессиональные разработчики писали довольно долгое количество времени, продумывая, разрабатывая разные истории. Ну, и да, очень важная вещь — это переиспользование кода, да и вообще, на самом деле, когда вы используете некие стандартные какие-то, то есть некие стандартные реализации и стандартные концепты, люди, которые, когда смотрят на ваш код, они заранее подразумевают, что вы имели в виду, и могут этим легко разобраться и пользоваться. Значит, вообще, определение слова коллекции — это, оно очень простое, это какая-то группа элементов, да, то есть мы ничего больше на данном этапе, там, введения терминологии сказать не можем, у него нет порядка, у него просто некая группа элементов как-то объединена. Вот в Java есть такой интерфейс collection, как мы видим, он с дженериком, да, то есть типа аргументом E, который позволяет, получается, вместо него подставлять те объекты или типы данных, которые нам нужны, и работать непосредственно с ними. Ну и по, там, так сказать, конвенции или соглашению, все стандартные коллекции, которые мы будем рассматривать, они по дефолту, да, то есть базово имеют конструкторы в виде, принимающие его, там, в качестве аргумента тот же тип коллекции, и который можно создать из одной коллекции, создать другую. Вот, ну, значит, что должно быть в нормальной коллекции, да, то есть первая — это история вернуть количество элементов, да, это метод size, и обычно используется метод, из empty, где в нормальных реализациях возвращается, там, вызывается метод size и проверяется равным нулю или нет. Из, о, здесь на самом деле не видно, а вот, магия, и все зарабатывало. Дальше, очень важные методы, которые реализованы в базовом классе коллекции, это методы contains и contains all, причем contains проверяет вхождение одного элемента в вашу коллекцию, и contains all принимает, соответственно, какой-то одной коллекции вашу. Здесь, как можно было заметить, да, вот выше, у нас collection параметризован generic, да, но при этом, смотрите, здесь contains, да, принимает не generic, хотя, казалось бы, мы могли, да, написать вместо объекта е, да, предварительно объявив его при описании коллекции. Почему, как вы думаете, здесь в методе contains принимается объект, а не тип аргумент? Давай. Ну, возможно, если мы захотим проверить, пробит ли коллекцию, ну, другой тип какой-то, он проверит и скажет, что нет. Ну, давай так, из этой реализации мы так можем сделать, вопрос, зачем это было на уровне языка, на уровне проектирования всего фреймворка, да, закладывать такую возможность, что у тебя в коллекцию, где есть четкий тип, неважно, как он задан, дженериком или просто, ну, там, задан дженериком, да, давать возможность передавать туда объект. Чтобы можно было не делать проект переда, сравнение при этом. Да, на самом деле, да, отлично, на самом деле так и есть. Во-первых, там, можно говорить о том, что это, на самом деле, история с совместимостью, да, то есть, когда не было дженериков, у нас были объекты, поэтому надо было передавать, и другого варианта не было. Во-вторых, действительно, гораздо удобнее не постоянно, ну, там, не заниматься каким-то кастингом. Вот, и, на самом деле, третья история в том, что, действительно, если представить, там, какую-нибудь реальную жизнь, где у вас есть, действительно, какая-то одна коллекция, там, содержащая, не знаю, какие-нибудь, что мы сможем, не знаю, фрукты, а вы говорите, там, не знаю, проверить, содержит ли она, не знаю, столы, то, действительно, там, каждый раз заниматься кастингом не хочется, можно было бы просто проверить, что оно не равно и выкинуть при этом, там, то, что нам нужно. Отлично. С Container Salt вроде тоже все понятно. Прямо туда коллекцию, причем здесь она сразу параметризована дженериком. И можем проверять, содержатся ли одни элементы в другой коллекции. Значит, дальше. Так. А, здесь все. Ой. Вот так. Да, отлично. Значит, следующая операция. Это операция добавления. Причем здесь мы уже, как видим, у нас нет добавления объекта. Да, уже здесь мы добавляем именно тот тип, который у нас есть через дженерик. И dd all делает ровно то же самое. При этом в дженерике мы делаем верхнюю границу нашего типа, который мы задали, потому что иначе было бы странно добавлять того, кто является твоим предком. Отлично. Так, у меня тут еще немножко поехало. Собственно, с remove все плюс-минус то же самое. Да, мы можем удалить один элемент. Можем удалить несколько элементов. Метод remove all принимает коллекцию и удаляет их. И retainal удаляет наоборот. То есть он делает div того, что у вас есть. То есть он оставляет те элементы, которых у вас нет. Вот. Смотрите. Коллекции вообще бывают... Какие вообще бывают коллекции? Ну так, типа на бытовом уровне. А по тому, каким образом мы работаем с элементами. Упорядоченные, неупорядоченные. Упорядоченные, неупорядоченные. Это скорее порядок в элементах. То есть оно не влияет на функции добавления, не добавления. Что? С ратурным доступом или... Это тоже не влияет на добавление и удаление. Это влияет лишь на то, как мы обращаемся к ним. Те, которые мы можем добавлять только сверху, и те, которые мы можем добавлять... Ну, почти. Только вот последнюю часть фразы убрать. На самом деле, они бывают те, которые мы изменяемые коллекции, и те, которые не изменяемые. И вот получается, что в зависимости от того, типа изменяемая и неизменяемая коллекция, эти методы могут условно либо возвращать вам то, что мы добавили этот элемент в массив, либо выкидывать exception, говорит о том, что коллекция неизменяемая, и при этом, получается, никакого добавления или удаления происходить не будет. Вот, например, один из вариантов, это, собственно, наш пример. Значит, мы читаем с некой строки, точнее, мы с некого файла по пути file name, что мы дальше делаем? Передаем туда коллекцию и говорим, читай все строки, что там есть в этой коллекции. Собственно, мы открываем сканер для тех, кто... По-моему, домашнее задание было на файловую систему, правильно? Вот, на самом деле, сканер, по-моему, мы не обсуждали, насколько мне помнится. Вот, но в целом это тоже довольно, типа, те, кто знает его или смог нагуглить, очень сильно мог упростить себе жизнь, потому что он там буквально в одну-две строчки позволяет считывать более-менее все, без там вот этих страшных конструкций, открытия, буферит, там, ридеров и так далее. Собственно, да, что мы здесь делаем? Открываем файл в кодировке UTF-8, пробегаемся по всем, собственно, строкам и добавляем их в нашу коллекцию. Вроде все очень просто. То есть при этом в коллекцию мы можем передать более-менее все, что угодно, о реализациях мы говорим чуть попозже. Но в целом это может быть любая история. Да, кстати, я не спросил вначале. Вообще, вы говорили, что все знаете C++. Вообще, какие коллекции есть в C++? Ну, давайте, вектор, что еще? Мап. Мап, хорошо, еще? Очередь. Листы. Очередь, листы. Что еще? Дек. Дек, еще? Дек, стек, еще? Ну, хэшмап. Хэшмап? А есть хэшмап в C++? Ну, хэшмап. Какая? А, ну ладно. Ну, то есть, да, на самом деле мы посмотрим сейчас под углом только Java, почти все те коллекции, что вы назвали. И в них есть действительно некие отличия, о которых мы тоже затронем наш разговор. Значит, смотрите. Мы ввели некое понятие коллекции, да, то есть это некая группа элементов, которые просто находятся рядом. Вот получается, для того, чтобы, то есть мы научились их представлять, теперь, казалось бы, если у нас есть некое представление, всегда имеет смысл ввести некий порядок и вообще некие правила того, как это обходить. Получается, обойти в тупую коллекцию, ну, вообще просто как-то обойти, мы для этого вводим некий интерфейс или некую сущность итератора, да, он выглядит вот как-то так, вот, причем очень важное отличие, ну, то есть, получается, у нас есть элементы A, B, C, D, есть некий итератор, да, то есть мы как-то умеем двигаться по коллекции. Вот кто знаком с итераторами в C++? Отлично. Вот кто-нибудь, смотря на эту картинку, может сказать первое отличие итераторов в C++ и итераторов в Java? Вот смотря просто на эту картинку. На стрелочке, если быть точнее. Да, справедливо, действительно, на самом деле в C++ ровно так реализовано, что объект итератора смотрит на элемент, вот, а в Java он смотрит, на самом деле, между элементами, это касается, на самом деле, здесь вот у нас там итератор, нарисованы картинки лист итератора, который умеет смотреть и назад, и вперед, но есть обычный итератор, вот мы сейчас ровно в следующем слайде о нем поговорим, он находится между элементами, вот, какие у нас, собственно, что нам с этим делать? Значит, первая история, у нас у итератора есть три очень важных метода, которые неразрывно с ним связаны. Первый – это hasNext, он нам возвращает true или false grid, остались ли еще элементы. Значит, дальше метод Next, он говорит о том, что он возвращает нам следующий элемент, ну и, получается, переходит на… переходит по списку дальше, да. То есть, если представить, что мы находимся между двух клеток, там между клеткой 1 и 2, то Next вернет, получается, у нас там клетку номер 2 и перейдет на клетку 2 между двойкой и тройкой. Вот, собственно, то же самое с элементом remove, он удаляет, наоборот, текущий и переходит на следующий. Вот, но что с этим у нас может случиться? Значит, исключение. Очень важная история. Вот, значит, первое, если мы при того, когда берем или вызываем next или remove, при этом не спрашиваем, на самом деле только next, при этом не вызываем функцию hasNext, да, то есть не проверяя перед этим, есть ли у нас еще элементы, то у нас выкинется no such или no exception и скажет, что у вас вытянул, то есть у вас в коллекции закончился обход и как бы больше вызывать нечего. Ну и еще одна история, это когда вы идете по, то есть, когда вы итерируетесь по вашей коллекции и параллельно что-то удаляете, да, то есть, например, не знаю, коллекция, там, мы идем просто условно по списку, вы там параллельно что-то удалили, итератор это заметил, и получается выкинется exception, concurrent modification exception, и скажет вам то, что нельзя параллельно и проходить, и удалять элементы из коллекции. Вопрос, почему? Как вы думаете? Сдвигаются итераторы? Ну, итератор, на самом деле, немножко не знает о порядке, в котором он находится, у него, то есть, есть какой-то свой внутренний порядок, как он движется, мы его как-то сами задаем, про порядок того, как, типа, где он окажется, там, в какой позиции, как это вообще, клетка, не клетка, это неважно, будет ли у него индекс у этого итератора, нет, это, ну, то есть, это не гарантированно. Мы могли проверить на хест-некст, изменить, и потом после этого хест-некст уже не существует. Ну, да, на самом деле, здесь, там, есть несколько кейсов, когда, типа, плюс-минус так же, но в целом, когда вы что-то меняете, да, то в целом непонятно, что делать итератору, то есть, как ему дальше хитилироваться, то есть, он, типа, проверил, что у него было, там, он готов был перейти в одно состояние, мы это состояние каким-то образом убрали, получается, что, там, в каком сейчас состоянии находятся итераторы коллекции, он не понимает, единственное, что, на самом деле, хотелось бы ему пересоздаться, чтобы было понимание, куда ему дальше двигаться. Поэтому, там, есть итераторы, которые позволяют этого избежать, но в целом, очень плохо, когда мы, там, типа, ни одним и тем же итератором пытаемся удалить, там, элементы, по которым он еще итерируется. Значит, дальше, ну, вот, например, пример. Как происходит у нас, там, проход по, там, некой коллекции. Да, то есть, вот мы создаем объект итератора, да, он тоже у нас параметризован дженериком, потому что, собственно, коллекция параметризована им, она может воззвучать нам какой-то элемент. Собственно, да, вызываем итератор, он встает перед первой позицией, да, того, как мы хотим обойти. Дальше мы проверяем, если, там, и hasNext, в том, что есть ли у нас что-то, если у нас что-то есть, то мы, там, заворачиваем его в некое условие, там, condition, да, ну, там, неважно на самом деле какое, вот, внутри, там, и и.next нам вернет текущий элемент, получается, у нас итератор перепрыгнет на следующий, и, там, допустим, в некоторых случаях мы, там, можем что-то удалить и так далее. Вот, на самом деле, как раз-таки в этом случае у нас может вылезти, там, concurrent modification exception, если, там, параллельно кто-то что-то будет делать. Отлично. Что есть, там, из мештяков по тому, как можно писать, как можно писать итераторы? Если у нас один итератор на коллекцию и мы что-то меняем, то все будет окей? Это все будет окей, да. Вот, допустим, что у нас есть еще из интересного, это, там, интерфейс iterable, который ввелся, там, в какой-то Java, если честно уже не помню. Это некий улучшенный форм, вот, вместо того, чтобы писать вот такую вот большую штуку, да, то есть, там, создавать итератор. Бежать мы можем просто обернуть это в for, в такой названный, там, улучшенный, расширенный for, как уже, там, называть его особо не важно, но, в целом, то есть, внутри он делает примерно то же самое, пробегается по коллекции, но нам сильно удобнее. Ну, вот еще один какой-то пример, но, в целом, то же самое, да, есть какая-то коллекция стрингов, берем, встаем в начало, пробегаемся, печатаем, ну, что-то ничего интересного здесь нет, пойдемте дальше. Отлично. Какие есть еще операторы в коллекции? Значит, первая история. Работа с массивом, то есть, мы можем у каждой коллекции вызвать toArray и получить массив объектов, и получается вызвать массив с неким типом. Ну, допустим, в случае toArray, когда мы передаем внутри некий массив, то получается, что при преобразовании из коллекции в массив, вот этот массив, который мы передали, будет заполняться этими элементами по порядку. Вот как вы думаете, вопрос, вот зачем нам второй тип, вот зачем нам второй метод? Давайте, кстати, на примере. Здесь есть у меня ручка. вот давайте, смотрите, вот у меня есть коллекция. Все видно? Да. Вот, есть collection string. Да? Там c. Вот я сделаю, вот я хочу сделать вот так. То есть у меня есть там некий массив объектов, хочу преобразовать его. там а равно c toArray. Там а равно c toArray. Здесь он возвращает массив объектов, а у нас здесь что? стринги. Окей, мы можем закастить? Ну, хорошо, типа давайте вот здесь вот, да. То есть здесь, на самом деле, если мы здесь закастим к стрингу, сможем к массиву. То есть мы хотим получить из этого массива, да, условно сделать toArray и получить массив стрингов. Ну, все очень вроде логично, да? Вот когда мы делаем c toArray, что у нас получается? Да, на самом деле просто здесь, да, то есть массив объектов, а мы хотим получить там массив стрингов, на самом деле здесь вот ошибка. Хотим получить массив стрингов. То есть на самом деле без этого это не скомпилится, да? То есть там массив объектов мы на самом деле прикастить к массиву стрингов не можем, почему? То есть стринг мы можем прикастить к объекту? Потому что стринг наследуется для оборудования. Отлично. Лекция по дженерикам вспоминается. Отлично. То есть да, действительно мы там условно стринг можем привести к объекту, а массив уже, получается, можем или нет? Отлично. Не можем. Вот. Получается, что на самом деле даже если мы здесь в явном виде зададим, что мы хотим закасить к массиву стрингов, у нас это тоже сделать, к сожалению, не получится. Вот. И получается на самом деле для того, чтобы нам это сделать в этом виде, закасить к стрингу, нам придется там перебирать условно каждый элемент массива, записывать его в массив, ну и как с этим жить. Собственно для того, чтобы это не делать, вот мы можем в этом виде явно вот сюда вот внутрь, да? То есть получается сюда передать там new string массив, который нам нужен. И на выходе он нам сам в него заполнит те элементы, которые у нас лежали в коллекции. То есть по-другому сделать вот, к сожалению, нормально не получается. Ну, собственно, вот пример, как это должно быть. То есть если вы хотите закастить некую коллекцию там с типом, в нашем случае, string, то мы делаем to array, внутрь говорим о том, что у нас он должен теперь заполнить массив, который мы ему передали, в нашем случае new string, собственно, с количеством коллекции. И он ее заполнит и нам вернет тот массив, который нужен. Отлично, да, значит, что есть еще? Значит, есть некая реализация abstract collection для того, чтобы вы… здесь у нас опять чуть-чуть поехало. Вот, abstract collection для того, чтобы вы на самом деле довольно быстро реализовывать свои коллекции. Вот, если вы хотите реализовать неизменяемую коллекцию, вам нужно обязательно, в обязательном порядке реализовать только два метода. Первый – это итератор, и второй – это size, где итератор – это, собственно, весь процесс того, как мы обходим наши элементы, а size – это количество. Вот вопрос, можем мы там убрать size, оставить только итератор? То есть, казалось бы, имея реализацию итератора, посчитать size в целом-то нетрудно. Почему нам нужно его реализовывать? Как вы думаете? Ну, возможно, итератор использует size. Что? Возможно, итератор использует size. Ну, нет. Не совсем. Ну, если мы захотим узнать, то что там было у нас – да, на самом деле у нас в документации к коллекции сказано, что size должен всегда работать за единицу времени. Да, то есть, по этим соображениям мы, на самом деле, не можем реализовать size через итератор, поэтому нам нужно в явном виде его реализовывать и возвращать. Да, отлично, по abstract collection понятно. Теперь переходим к множеству. Вот, уже на множество, на самом деле, вводится некое ограничение – это коллекция без повторяющихся элементов. Да, то есть, это неважно, когда мы добавляем какой-то элемент, и он там есть, собственно, мы его опять не дублируем. Вот. Как это выглядит вообще в языке Java? Да, у нас есть некий интерфейс set, который extended collection, и на этом его реализация заканчивается. Да, то есть, вы, на самом деле, можете сейчас открыть реализацию класса set, увидеть, там, интерфейс set, увидеть, что кроме вот этой строчки, там, ну, там, со скобочками, больше нет ничего. Вот, вопрос – зачем нам тогда выделять, там, в отдельную структуру set, да, множество, если вот он при extend больше ничем в себе никаких реализаций не содержит? Ну, ну, варианты, чего зависит. То есть, еще раз, да, в чем вопрос? У нас есть set, вот есть collection, в collection есть куча элементов, куча реализаций разных методов и так далее. Вот мы ввели некий новый, новый сущный сет, сделали все очень просто, просто заэкстендили ее от collection и все. В ней больше нет никаких реализаций, она просто забирает все, что есть у предков, собственно, коллекции и больше ничего не делает на этом этапе. Вопрос – зачем? Ну, технически, да, хорошо, технически плюс один, что еще? Ну, смотрите, как бы технически мы можем добавлять, ну, это вообще в целом, в языке, ну, собственно, в Java, неважно где, мы технически можем делать такие вот штуки просто в легкую, да, то есть, там, создавать какие-то сущности, наследовать их и так далее, но в этом, в этом случае мы, вот, зачем мы это выделяем? Для того, чтобы в явном смысле, точнее, в явной форме показать смысл этой сущности, да, то есть, вот в этом представлении set говорит нам ровно о том, что мы сделали некую основу для, там, всего, там, для всей иерархии класса, которая не должна содержать повторяющих элементов. То есть, технически это не так уж важно, а именно важна смысловая нагрузка, которую мы вкладываем в эту сущность. И получается, что, там, типа, для, там, когда мы, там, условно, пишем код, вот такие вот ограничения мы должны вводить не, там, не на уровне того, как мы пишем код, да, на уровне того, именно, с точки зрения логики, какие элементы мы вводим. Вот, собственно, для того, чтобы нам сделать не повторяющиеся. Да. А можно вопрос? А если коллекшн все-таки был интерфейс, а почему это? Что еще раз? Коллекшн уже вроде как интерфейс. Нет, коллекшн класс. Да, коллекшн у нас, коллекшн у нас, сейчас, подожди, да, коллекшн у нас интерфейс. А можно интерфейс? Интерфейс, интерфейс, конечно, почему нет? Ну, как бы, имплементить интерфейс, имплементить интерфейс, это странно. Правильно? Ну, потому что интерфейс, он, то есть его, у него, типа, у интерфейса смысл в том, чтобы кто-то его реализовывал. Вот, в данном случае, типа, интерфейс не может реализовать функциональность интерфейса, поэтому он может его только там расширить или, там, условно, сузить. Вот, в данном случае мы сет расширяем, то есть там, из сета наследуем интерфейс коллекции. Ну и, в общем, да, давайте перейдем к сравнению элементов. Для того, чтобы нам, там, вывести наш сет, там, из неупорядоченной коллекции, нам нужно ввести некий процесс того, как мы вводим равенство между элементами. Вот, на самом деле, базовый метод, который может сравнить все угодно, все что угодно, с чем угодно, это наш любимый метод equals, да, который мы обычно переопределяем, когда нам нужно сравнивать элементы. И, как вы думаете, какие нам нужны, там, в нашем случае аксиомы, то есть вообще, как у нас должно происходить равенство, чтобы мы могли гарантировать, что у нас там в коллекции элементы не, там, типа, не повторяющиеся, то есть они все разные. Ну, сначала управлять на область памяти, на которую указывают. Область памяти… Ну, то, что они не указывают на одну и ту же и ту память. Ну, или, как это сказать, там, языком аксиомы, это что-то из математики, там есть некие аксиомы равенства, которые, не знаю, наверное, давно очень проходили, которые обычно описываются разные формулировки, касающиеся, там, сложения, ну, каких-то действий над объектами в неком пространстве. Окей, ладно, не буду восседать. На самом деле, первая история – это рефлексивность. Да, это, собственно, вот то, что частично говорил Тед, когда сам элемент равен себе, да, то есть без этого действительно все было бы довольно глупо. Дальше – это симметричность, да, то есть если у нас x там равен y с точки зрения метода equals и наоборот, вот, то получается, что эти элементы у нас действительно равны. Значит, дальше, здесь не видно, у нас транзитивность, да, то есть если у нас там x равен y, y равен z, то у нас там настоятельно рекомендуется, чтобы x был z, иначе все развалится. Вот скажите, если мы вот здесь вот поставим, то есть если у нас x не равен y и y не равен z, справедливо ли, что x не равен z? Нет. Почему? Ну, 1, 2… Ну да, действительно, на самом деле это не так, это на самом деле не требуется, требуется лишь, что оно при равенстве было транзитивно равно там между тройкой объектов. ну и обработка, да, и собственно обработка null. Вот, значит, если x сделать equals 0, то мы всегда возвращаем false. Если поменять их местами, что будет? То есть если сделать null equals точка equals x. Какая? Какой? Да, отлично, null pointer exception. На самом деле… Ну да, null pointer exception. Собственно, да, как у нас там множествами, как мы помним там из математики, у нас есть базовые операции, которые мы можем исполнить. Это первая история с добавлением, когда мы в одно множество добавляем другое, за это отвечает метод addAll, куда передается коллекция с неким типом, и она, получается, в одну добавляет то, что мы передали. Значит, пересечение, да, это когда там условно представить два круга, которые пересекаются, да. А если в addAll в коллекции будут задержаться повторяющиеся элементы? Они будут одинаковыми, потому что они будут на разной памяти? Нет, смотри, нам без разницы. Нам важно, что в коллекции, мы не знаем, что это за коллекция, нам порядок и то, какие ограничения накладываются на нем, в целом без разницы. Нам главное, чтобы после addAll в наше множество не было повторяющихся элементов. То есть, получается, в момент, когда мы будем… Счет из коллекции… Да, то есть, если он при добавлении каждого элемента будет проверять, если он есть, он добавлять его, понятное дело, не будет. Вот, пересечение множеств. У нас есть retainAll, да, то есть, по аналогии с retain в интерфейсе collection. Значит, вхождение, да, когда мы проверяем, входит ли одна коллекция в другую. И разность, собственно, вызываем removeAll, возвращаем, типа, разницу в элементах, которые есть в этих двух множествах. Так, отлично. Значит, какие у нас есть все-таки реализации? Значит, у нас, собственно, как мы говорили, есть интерфейс set, дальше есть его реализация hash set, то есть, это там реализация множества на таблице, на hash таблице. Кто знает, в чем сакральный смысл hash таблицы, в чем она очень крутая. Быстрый поезд. Быстрый поезд. За сколько можно добиться поиска? За единицу. Да, за единицу, а остальные операции? Тоже за единицу. Все за единицу. Отлично. Ну да. И вот есть вторая реализация LinkedIn hash set, она говорит ровно то, что когда мы, допустим, в наш обычный hash set добавляем элементы, когда мы будем обходить эту коллекцию, собственно, порядок того, каким образом мы обойдем, он абсолютно не гарантирован. То есть, вы можете добавлять элементы, как вам нужно, потом в итоге окажется, что оно как-то перемешано, в зависимости от того, как hash таблица сама раскидала по баке ваши элементы. Вот LinkedIn hash set гарантирует того, что каким образом вы добавляли ваши элементы в коллекцию, при обходе она также будет возвращать их в том порядке. Собственно, здесь можно было заметить, чтобы для того, чтобы это сделать, то есть там стандартная hash таблица, она абсолютно ничего не знает о порядке, поэтому там LinkedIn hash set требует чуть-чуть больше ресурсов для того, чтобы это реализовать. И в целом, на самом деле, в практике это особо никогда не встречается. Вот, значит, дальше конструкторы. Значит, у нас есть дефолтные конструкторы, как это сделано по конвенции с collection, есть пустое дефолтное множество, которое создает с типом класса, который был задан. Дальше мы можем сделать его из коллекции. То есть collection, как вы думаете, что он будет делать, когда мы передаем коллекцию в конструктор? Да, то есть действительно он просто возьмет вашу коллекцию, добавит ее и получит из этого hash set. Ну и еще одна такая штука. Это уже она относится именно скорее к низ лежащим частям того, как реализован hash set, собственно, к hash таблице. Это когда мы можем сдавать capacity и load factor. Кто вообще встречался с таким? Да, смотрите, capacity — это это конструктор говорит о том, что у нас есть дефолтные методы, которые у нас возведены в константы в Java. Он говорит о том, что выделили на эту hash таблицу дефолтное capacity-место. При этом вы, разумеется, можете занимать не все это место. И некий load factor, который говорит о том, что если вы пишете очень модную hash таблицу, которую мы писали на первой практике, кто-то из ребят делал, это когда ваша таблица, то есть load factor — это некий процент того, сколько допустимо пустого места вашей hash таблицы. И получается, если вы переходите через эту границу, например, 80%, у вас становится заполнение hash таблицы. Что вам нужно сделать, когда у вас очень мало элементов осталось для добавления? Чем это? Да, то есть увеличить. Это на самом деле, если у вас будет слишком много элементов в фиксированном capacity, то у вас, получается, очень сильно будет деградировать все, что касается поиска и так далее. Поэтому там вводится load factor, где автоматически расширяется, или наоборот, в случае, если очень много места, чтобы его экономить, уменьшается. Что? А как вы думаете? Нет? Конечно, ваша память поменялась. Вы делали по хэшу разделить на тысячу, а у вас стало миллиард. Надо же все пересчитать. Так, дальше. Идем, кстати, к хэшаме. Множество без хэшей — это действительно история странная. Ладно, наш любимый метод хэш-код, который возвращает в нашем случае int. И что нам нужно для того, чтобы корректно с этим работать? Нам нужно утверждение того, что если хэш-код не изменился, то его объект не поменялся. Это называется неким аксиомой устойчивости. Потому что иначе, если хэш-код у нас меняется, а объект не поменялся, то мы постоянно будем путаться между объектами. Ну и нужна согласованность sequels, что если х равен у, то их хэш-коды равны. А вот справедливо ли обратное? Нужно ли нам это? Или вообще? Правда ли это, что если один не равен другому, то их хэши не равны? Ну, в случае коллизии. Что? Ну, коллизии… Не-не, смотри, типа мы говорим о том, что очень важно, что если один элемент равен другому, чтобы хэш-коды были равны, для того, чтобы мы сравнивались. Это понятно. Что? Верно? Нет. Почему? Ну да, на самом деле, действительно, обратная история, что если у нас хэш-код, объекты не равны и хэш-коды не равны, это в целом нам не важно. Это уже довольно глупо постоянно стараться, чтобы эти все условия были удовлетворены. Потому что хэш, вообще строить нормальный хэш, эта штука довольно сложная. Если мы хотя бы сможем гарантировать вот эту историю, то уже будет лучше. Можешь? Да? А если мы хэш-код, у нас так получится, что два объекта одинаковые, то что произойдет? Один заменим другой или, конечно, другого перестает? А вы как думаете? Я думаю, добавим два объекта. Вот хранится его оригинальный ключ, оригинальное значение. И получается, когда у нас совпадают или, допустим, не знаю, при поиске мы пытаемся найти по хэшу какой-то элемент, мы пробегаемся по всей цепочке, да, в случае того, что там, на самом деле, все зависит от того, каким образом мы решаем наши коллизии, да, в хэш-сайте. Если там взять самую простую, когда мы, если мы видим, что у нас элементы совпадают, да, то мы их там типа делаем их цепочкой, потом пробегаемся, выбираем. Именно это сделано для того, чтобы, понятно, не терять ту информацию, которую мы могли затереть из-за того, что тот хэш, который мы придумали и реализовали, он просто как бы, ну, не идеальный. То есть, в целом, там, история про идеальный хэш, она утопична, если мы не знаем конечного количества наших данных, да. То есть, если мы, на самом деле, бы знали все данные, которые у нас есть, в целом, наверное, мы могли бы построить такой хэш, который бы удовлетворял всем условиям, да, то есть, типа, если там типа, ну, то есть, у всех хэши были бы разные. Но так жизнь показывает, что это сделать довольно сложно, тем более у нас хэш-код возвращает int, что, в целом, уже ограничивает некое количество значений, которые мы можем хранить. Потому что, если мы будем работать с лонгами, то у вас, получается, в стандартной реализации, да, уже, типа, из коробки уже будут коллизии. Так, идем дальше. Ну, собственно, как это все делать? Пример. Давайте очень популярная история. У нас там есть некая коллекция. Хотим посчитать количество уникальных ее элементов. В нашем случае это строки. Собственно, создаем наше множество и просто передаем ей в конструктор нашу коллекцию. Она внутри создаст на столько элементов, насколько нужно, пробежится, добавит. Ну, и мы можем распечатать количество уникальных элементов, и это будет правдой. Да, чтобы реализовать свой по аналогии с abstract collection, нужно также не так много. Нужно реализовать итератор, также нужно реализовать size по тем же самым причинам, если неизменяемое. Ну, если изменяемое, то там add и, собственно, сам remove, для того, чтобы добавлять или убирать элементы. В случае, если мы этого не сделаем, что будет? Ну да, на самом деле, действительно, надо сказать, что коллекция ваша неизменяемая. Для того, чтобы вам сделать ее такой, вам нужно переопределить метод add или там remove и, собственно, прописать его так, чтобы exception не выкидывался. Да, переходим к спискам. Вот, значит, ограничение на список – это то, что это коллекция, у которой все элементы имеют некий свой индекс внутри себя. Вот, это тоже интерфейс-лист, собственно, по аналогии. Значит, что мы можем с ним делать? Мы можем делать чтение по индексу. Да, то есть мы обращаемся с какой-то позиции делать set, причем мы указываем индекс, который мы хотим, чтобы у нас попал элемент и сам элемент. То есть если мы сделаем на коллекцию set, не знаю, 0 и строку A, на каком индексе будет наша строка A? А если сделаем на size? А если я сделаю на size? Нет, расширяться, к сожалению, здесь ничего не будет, у вас выкинется exception, потому что довольно глупо проставлять туда, в те границы, которые вы сами не знаете. Это как бы, ну, здесь история про то, что если вам нужно расширение, вам нужно это делать руками, если нет, то нет. Ну, с add и remove примерно все то же самое. Да, то есть когда мы добавляем add, допустим, на нулевую позицию, тогда что у нас получится? На каком месте будет элемент? А элемент на каком будет? На нулевом. Или все-таки на первом? Да, добавление будет на первом. Вот, то есть если мы добавим в size-1, он будет на элементе size. Нет, все-таки на нулевом. Иначе на size-1… Ну, если мы добавим на size, то… Да, если мы добавим на size, он будет на сайзовом объекте, а size… Да, на нулевом. Так, поиск элементов. Ну да, собственно, здесь есть тоже очень полезные методы. Индекс.off и last.index.off, где, получается, первый… там, интератор бежит сначала и находит вам объект, который равен тому, который вы задали в этом методе с начала списка, а last.index.off получается с конца. Ну, то есть очень удобно искать элементы, если вам это нужно. Вот. Еще одна интересная история при работе со списками – это взятие некой части списка. Я не помню, как называется в документации. Я назвал ее часть списка. Это когда вы используете саб-лист. Вот смотрите, у нас есть некий… у нас есть метод саб-лист, который передает два аргумента – from и to. И возвращает список. Вот получается, что мы… если у нас есть… у нас исходный список, да, то есть мы… у нас есть исходный некий список. Давайте прямо на примере пойдем. Вот, допустим, список A. Да, A, B, C, D. Вот я хочу взять у него под-лист, там, начиная с позиции первой, заканчивая третьей и получается невключительно. Я заберу B, C, D, да. Вот прикол саб-листа в том, что он не копирует элементы, которые есть внутри, а забирает часть таким образом, что вот эта вот часть, да, саб-а, она по ссылке равна по части в оригинале. Что это значит? Что если мы, допустим, удаляем из основного списка 2, да, то у нас удалится и в оригинале, и в саб-листе. Да? То есть потому что это как бы под часть ее, не с точки зрения копирования элемента, просто один кусок памяти славится условно на другой. И мы с ним можем довольно просто работать. Получается, мы в первом элементе, в первом точнее списке убрали индекс под номером 2, это у нас получается буква C, распечатали первый список, получается у нас A, B, D, и во втором мы убрали то же самое C, остался B, D. Все поняли, что это такое? То есть еще раз, мы не скопировали целиком список, мы условно перекопировали часть ссылок, и если мы с одним подмассивом делаем какие-то манипуляции, это автоматически приводит и в другую, и в другую. То есть здесь тоже самое, не удаление, а добавление. Добавили в первую ячейку какой-то элемент, все сдвинулось и там, и там. Дальше, итераторы. Значит, у нас в списках есть свои итераторы, они называются лист-итераторы, вот для того, чтобы, ну, собственно, да, вот лист-итераторы и вообще итераторы, как было сказано до этого, они находятся между элементами. В отличие от C++, чтобы вызвать лист-итератор, нужно, вот, есть специальный метод. Значит, к... Да. Вот там a, и он добавляет в нулевой? Да. Добавляет он туда? Ну, то есть мы добавили в нулевой. Вот. И получается, что у нас теперь, типа, стало... Ну, да. Вот, значит, что с этими итераторами, лист-итераторами? Значит, мы можем также теперь двигаться не в одну сторону, как было, да, а спрашивать, есть ли у нас элементы впереди, это hasNext, и то же самое спрашивать назад, hasPrevious. Собственно, с элементами то же самое, берем nextPrevious и можем также получить индекс массива, индекс элементов внутри списка, nextIndexPreviousIndex. по изменениям то же самое, у нас есть remove, да, то есть у этого листа итераторы можем удалять, мы можем и менять элемент, и выставлять. Вот, здесь очень важный момент, на самом деле в том итераторе у нас нет метода add, нет метода send и так далее, вопрос почему в обычном итераторе? Хорошо. Да, и вторая причина, на самом деле, потому что у нас здесь есть некий порядок, да, у нас же все-таки список, вот, там, в тот итератор в никаком порядке, к сожалению, не знает, здесь мы можем им манипулировать, там, условно, добавлять элементы, у нас из-за того, что есть индекс, они все пересчитаются, и мы сможем, типа, жить в этом плане спокойно. Ну да, у нас какие есть реализации листа? Самый популярный это рейли список на массиве, да, то есть теперь в домашних заданиях, на практике мы можем благополучно пользоваться, вот, и из интересного, то есть помимо основных методов, и на самом деле есть вот такие, как injury capacity, это вот, мы говорим о том, что увеличено место, нам что-то не хватает, да, то есть мы создали какое-то количество места сначала, потом нам нужно резко его увеличить, чтобы там что-то нам хватило. И, собственно, trim to size, вот, он бежит с конца, ну там, так, не знаю, в C++, может быть, так делали, бежит с конца, выкидываете те элементы, которые не нужны из вектора, а вот здесь можно одним методом удалить все ненулевые элементы, точнее, последних нулевых элементов, чтобы уменьшить свою память. Вот, значит, в чем плюс рейли 100? Очень простой доступ по индексу, да, то есть можно приставить его в виде обычного массива, только в виде коллекции. Вот, мы можем быстро удалять и добавлять элементы с конца, и очень тяжело добавлять и удалять элементы из середины. Вопрос, почему? Да, на самом деле из-за того, что у нас навешаны в жестком формате индексы, да, то есть как в массиве, нам для того, чтобы вставить там в шестую позицию, нужно раздвинуть элемент, перекопировать часть и засандалить его туда. Это не всегда нужно, то есть не всегда нужно тратить столько времени для того, чтобы это делать, иногда нужно просто использовать нужную для этого коллекцию. Вот в нашем случае есть такая коллекция, называется linked list, это некий двусвязный список, здесь как раз таки все просто, мы создаем некую там наду, да, то есть некий элемент где-то и цепляем его в индексы в те места, которые нам нужны. Получается, вот все эти элементы, все эти методы за сколько работают, как вы думаете? вот там добавить в начало add first, в конец, там убрать первый элемент, убрать последний. Да, отлично. На самом деле нам для того, чтобы удалить из linked list не нужно ничего, просто убираем ссылку из текущего элемента, либо там вперед, либо назад и все прекрасным образом работает. Просто плюсы и минусы здесь, получается, они, как сказать, наоборот, да, то есть плюсы то, что мы можем быстро удалять, добавлять, но минусы при этом довольно долго по индексу, да, здесь нам нужен там, не знаю, там 153-й элемент массива, нам нужно взять итератор, пробежаться по всем элементам, по всем ссылкам, достать его и вернуть. Вот, ну используется для стеков, очередей, деков. Вопрос, как вы думаете, почему для них? Ну да, действительно, на самом деле стеки, очереди, деки, это всегда история про то, что мы добавляем или в начало, или в конец, и забираем, собственно, оттуда же, и linked list для этого отлично подходит. Ну, собственно, для того, чтобы создать абстрактный лист, все методы те же самые, нужно вернуть размер, вернуть тот элемент, который висит по некому индексу, и для неизменяемых, add remove, здесь все довольно просто. Да, давайте затронем немножко очереди. Вот, значит, очереди, также нужны для хранения данных, там, в неком нашем порядке, в котором мы их добавляем и забираем. Вот, из свойств очереди, у нас они не хранят нулы, да? На самом деле, при этом, остальные у нас коллекции, листы и сеты, они могут хранить нулы. Собственно, в сете, понятное дело, если вы добавляете в сет нул, еще один, добавит он нул или нет? Как вы думаете? Нет. А как он поймет, что, если он воспользуется обжектом, то есть у нас null equals null true? Или как? Да, на самом деле, просто проверяют, что если у нас где-то есть нул, мы добавляем нул, то мы его просто второй раз не добавим. Вот, значит, возвращаемся к очередям, они не хранят нулы. Нет, просто, нет, если мы null сделаем equals null, как у нас там типа делается при сравнении элементов, у нас действительно выпадет все в null pointer exception, поэтому там есть до того, как это происходит, проверки, что если это null, не null, то есть, ну там, то есть, на самом деле, граничные случаи, касающиеся нулов и там разных типов объектов, они обычно прописываются разными if'ами для того, чтобы как раз таки не попадать во всякие ошибки null pointer. Вот, свойства очередей, значит, дальше порядок, порядок, порядок зависит от реализации. Как вы думаете, какие у нас есть реализации, допустим, в C++? Она не влияет на массиве или на чем-то еще, она не влияет на порядок. Ну, смотрите, а? Порядок? Порядок элементов, которые добавляются в очередь. Ну, смотрите, есть обычная очередь, да, которую добавляют. Стэк это лишь способ того, каким образом мы представляем нашу очередь. На самом деле, все очень просто. Вот здесь, не знаю, обычная очередь, куда вы добавляете, она добавляется в вашем порядке, а есть очередь с приоритетом, например, да? И когда вы добавляете, она смотрит на приоритет, в зависимости от этого, там, пропихивает тот элемент в очередь, там, раньше или позже, куда вам нужно. Вот. Ну, и, собственно, какие-то другие ограничения. Ограничения по памяти. И, там, не принять элемент. Значит, дальше. По методам. Здесь есть две пачки методов для, там, очередей деков. Вот верхняя часть, это addElement и remove, она, они делают то, что написано в названии, да? То есть добавляют элемент, возвращают первый элемент и удаляют его, и при этом бросают исключения, да? То есть если у нас что-то не получается делать, мы бросаем исключения, и, там, собственно, дальше уже делайте с ним, что хотите. Вот, в нижней части это offer, pick и poll. Оно делает ровно то же самое, но получается, что не бросают никаких исключений, а просто возвращают, там, true или false, в зависимости от того, смогли мы выполнить операцию или не смогли. Как вы думаете, зачем это нам? Почему бы не ограничиться каким-то одним вариантом? Ну, может, сначала делали, что нет. Да нет, ну... Всегда удобно. Ну, да, на самом деле все зависит от того, как часто вы этим используете, да, имеется в виду внутри. Если у вас там постоянно для того, чтобы в разных частях добавить... То есть если вы действительно сами знаете, что там при том или ином раскладе, там, при offer, true или false, вы делаете какую-то определенную логику, то имеет смысл воспользоваться им. То есть на самом деле все зависит от задач, которые вы будете решать. Поэтому то, что там бросает исключение или не бросает, это лишь там история про то, как это использовать. Да? А если пик написал, что возвращает элемент, то как он еще вернет нам твой вопрос? Отлично. Вот. Хорошее замечание. Вот пик у нас возвращает первый элемент, да? Как вы думаете, какой... Что он должен вернуть, чтобы показать нам, что... Что? Нет, что он... Если, допустим, у нас нет никаких элементов, то в случае, если вы вызовете элемент, первый элемент, значит, верхняя часть вернет вам exception, скажет типа no such element exception или еще что-то. А вот пик, что вам, как вы думаете, должен вернуть, чтобы вы поняли? А? Он возвращает now. Собственно, поэтому, на самом деле, очередь и не хранит нул. Что если бы она еще хранила бы элементы как нулы, да? То получается, что... Тогда бы мы не смогли понять, что очередь условно у нас пуста. То есть это может выглядеть как костыль, но тем не менее, там, в случае пика мы возвращаем нул, для нас это очевидно, ну то есть для нас это стоит понимание, что как раз таки элементов в массиве в очереди или в деке нет. Так, дальше. abstract queue. Здесь, на самом деле, на результате более-менее все, что угодно. Вообще все, что нужно, это метод size, offer, pick, пол, итератор. Вот, без них, ну то есть для того, чтобы создать свой, свой queue из абстрактного. Остальные части нам делать не нужно. Значит, с деком примерно вся та же самая история. Да, только модель немножко меняется, мы добавляем не только там в начало или в конец, а и туда, и туда. Вот. Из реализации у нас есть array deck. Да, то есть это почти та же самая штука, что и linked list, только внутри построено по-разному. Ну, получается, linked list отлично подходит для дека, потому что удовлетворяет там все быстродействие операций, нам довольно просто менять там, менять ссылки, индексы и проще. Начну с деками. Давайте просто посмотрим на эти методы. Там добавление в начало, там понятно взять первый и последний элемент, ну и собственно, то есть да, и удалить первый и последний элемент, причем модель та же самая, первая часть с исключениями, вторая часть без исключения, и pick first, pick last также вернут нам null, если вдруг мы возьмем что-то не то. Отлично. Отображение. Отображение. Это наши мэпы, да, то, о чем вы говорили про C++. Это некое множество пар, где пара – это ключ значения, и мы гарантируем уникальность ключа. Вот здесь, как вы видите, смотря на то, как оно там объявлено, у нас мэп не является коллекцией. Как вы думаете, почему? Ну… Да, на самом деле, действительно, хранит пару значений, но это скорее просто особенность того, что это за структура, а в целом ровно из-за этого мы не можем сделать ее коллекцией, потому что во всех остальных случаях, да, когда у нас, допустим, нет именно пары, мы можем четко сказать, что нам делать, да, допустим, там, именно в абстрактной части. Когда мы, допустим, не знаю, удаляем элемент, все понятно. Мы либо удаляем элемент, да, либо его не удаляем. То же самое добавляем. Мы либо можем добавить его куда-то, либо не можем. Вот в случае, если у нас есть некая пара, да, ключ и значение, и мы еще гарантируем ключ, вот что нам в этой истории делать, да, если бы он был коллекцией, допустим, вы удаляете некую, некую пару, да. То есть здесь у нас возникает куча разных случаев, которые мы все предусмотреть не можем. Ну, например, если у нас, не знаю, ключи одинаковые, да, например, а значения разные. Вот удалять нам это или не удалять, да. Или, допустим, при добавлении вы добавляете пару, которые там, ключи разные, а значения одно и то же. Вот если бы это была бы коллекция, было бы абсолютно непонятно, что делать. Да, то есть вариантов у нас не, как бы, не два. То есть либо сделали, либо не сделали. Вариантов здесь есть несколько. В зависимости от того, именно какие значения мы передаем. Именно на самом деле поэтому там map, отображение не входит в, то есть она не является частью, там, типа, не наследуется от коллекции. То есть она стоит несколько рядом. Вот, какие у нас есть элементы. Собственно, мы можем взять значения по, ну, там, по нашему ключу. Положить пару. То есть мы там в явном виде указываем put, что мы вложим, k-value он добавляет, remove. И также операции проверки. Можем проверить, есть ли такой ключ, есть ли такое значение. Оно вернет true или false, в зависимости от того, найдет оно или не найдет. Вот, значит, по операциям мы также можем сделать put all со схожей конструкцией отображения. То есть мы добавим просто все те пары, которые у нас есть в наше текущее отображение и там сделаем проверки на то, что ключи у нас будут уникальны. Вот, поэтому мы можем забирать такие интересные истории для того, чтобы нам интересоваться. Например, когда вам нужно пробежаться по каждой паре в отдельности, да, то есть у вас некая структура, где просто есть пара значения. Вот, мы хотим их все получить в некой коллекции и пробежаться по ним. Допустим, мы можем сделать из нее множество, да, то есть вызвать entry set, и она вам вернет множество всех пар, которые есть в этом отображении. Вопрос, почему, как вы думаете, почему здесь set? Почему здесь там, не знаю, не entry, лист? Что? Да, на самом деле, из-за того, что мы гарантируем уникальность по ключу, у нас на самом деле, типа, ключ это у нас является множеством. Вот, также можем получить values, да, то есть это список наших значений. Вот, и кей-сет множество ключей. То есть отдельно ключи, отдельно значения. Вот, значит, внутри что такое пара? Для этого есть интерфейс map.entry, который параметризован k-value. Собственно, k и value могут отличаться, это дженелики, можете задать, как хотите. Собственно, get k вернет нам k, get value вернет value, и в пару, да, то есть в пару, когда вы там, не знаю, атерируетесь, вы можете в пару там проставить то значение, которое нужно. Вопрос, как говорите, можем ли поставить ключ в map? Почему? Ну, действительно, да, было бы странно менять ключ. Да, реализации. У нас есть реализация на основе хэш-таблицы, да, наш любимый хэш-мэп. Устроен он плюс-минус так же, то же самое, что хэш-сет, только здесь получается в каждый, там, каждый элемент хэш-таблицы хранит сразу пару k-value, да, там, и при разрешении коллизий мы начинаем проверять, действительно ли эти элементы совпадают. И LinkedIn хэш-мэп то же самое, что и хэш-мэп, только очень важный порядок. Вот, давайте посмотрим, например, значит, мы передаем некую коллекцию, хотим, получается, посчитать количество слов, там, в условном каком-то тексте, где текст у нас представлен в виде коллекции из слов, да. То есть что мы делаем? Создаем наше отображение, то есть из стринга в интежер, да, то есть там у нас ключ, получается, наше слово, а значение, количество раз, которое оно встречается в коллекции. Пробегаемся по всей коллекции, получается, берем наше текущее слово рассматриваемое и кладем его обратно, проверяя, что если count равен null, да, то есть это означает то, что у нас нет ничего в нашем отображении, то, получается, пушим, закидываем туда единицу, если есть, то count плюс один. Вот как это можно было по-другому написать? Как вы думаете? С какими еще методами можно? Вот просто брать get s, то есть заранее, не понимая, есть ли он или нет, как вот можно было вот эту строчку обойти по-другому? То есть смотрите, на самом деле, что? Не совсем. На самом деле, вот здесь немножко не то чтобы неправильно, это просто один из способов. мы не проверяем, есть ли у нас это слово в нашем отображении, да, и предполагаем того, что если оно есть, значит, вернется у нас не null, а если есть, то вернется null. То есть на этом этапе иногда гораздо лучше проверить методом contains, то есть он нам ничего особо не стоит, он вообще ничего не вставит, то мы можем сразу заранее понять, есть ли этот элемент у нас в отображении, если нету, то добавить единицу, получается, если нету, то там добавить count плюс один. То есть там в сравнении с null у нас как таковых не будет. Все, отлично, на сегодня по коллекциям все. Вот.